2 июля 2015 года, в эфире программа «Горизонт», конструктивная программа для концептуальных решений. Я Евгений Чекунков, и сегодня у нас в гостях психолог и путешественник Александр Рудалов. Привет, Александр. Привет. Добрый вечер всем. Да. Скажу, Александр, вот у тебя написано образование, ты психолог, помимо этого коммуникации, связь, помимо этого еще несколько образований. Я так понимаю, психология – твоя профессиональная деятельность. Скажи, вот как возникла сама идея совершить круглосветное путешествие таким образом? Ну, идея возникла как раз из моей профессии. Я по образованию психолог, занимался продолжительное время психологическими консультациями, тренингами. И в какой-то момент я вдруг понял, что мне в моей деятельности не хватает чисто практики такой проверки неких моих концепций, которые я вещаю людям на себе. в своей работе, занимаясь с людьми в своей работе, в какой-то момент я заметил, что очень часто результат, которого хотят достичь люди на тренингах или в консультации, он почему-то тормозится. И в моих исследованиях я пришел к выводу, что он тормозится именно тем, что в каждом из нас есть много-много страхов. В каждом человеке свой набор каких-то страхов. И именно эти страхи тормозят наше развитие. И тогда я решил исследовать, что же такое страх в человеке, как он появляется, как с ним можно работать и как с ним можно договориться и как направить его силу к себе на пользу. Для этого, собственно говоря, и появилось вот это путешествие. Путешествие позволило мне по максимуму обострить свои страхи. Что нужно было для того, чтобы обострить страхи в себе? Не так, что сидеть и ждать, когда какой-то страх появится, а именно обострить их по максимуму. Нужно было убрать все гарантии, которые есть у нас в жизни. Какие гарантии у нас есть в жизни? Это деньги, это коммуникация, это плановость, это целеполагание, это много-много вещей, которые дают нам гарантию в жизни. И вот возникло путешествие, в котором я убрал. Я убрал из своей жизни деньги, я убрал коммуникацию. Коммуникацию я убрал путем каким, что кроме русского я никакого языка больше не знал. И я отправился по другим странам, где не мог общаться на местном языке. Я убрал все почти что вещи, в рюкзак минимум какой-то положил чистосменного белья и какие-то мыльные принадлежности. Убрал плановость, никакого плана не было, куда я двигаюсь и как я двигаюсь. Было только направление двигаться с востока на запад. Таким образом, все гарантии убраны, страх обострен. Но плановость опять же, ты же делал визы, то есть заранее думал какие страны ты посетишь. Нет, было сделано 4 визы и эти 4 визы сделаны были просто потому, что они были сделаны. То есть это было не связано с тем, что я обязательно должен попасть в эту страну. Я предположил, что скорее всего, если я попаду в эту страну, то здорово, что если у меня будет виза сейчас. Потому, что именно там про Америку, про Австралию, про Новую Зеландию и про Шенген у меня была информация, что это вообще просто нереально в эти страны сделать какие-то визы. Я решил, что сделаю их на месте, если получится, значит здорово, но не получится, значит и не надо туда идти. Вот оно получилось. А тут поподробнее, какие визы самые сложные, какие самые простые. Я понимаю, 4 визы это Шенген, США, Австралия и Таиланд. Новая Зеландия. А, Новая Зеландия. А, Новая Зеландия. А, Новая Зеландия. Ну, а вот как вот ты делал вообще эти визы, что тебе позволило? Большие ли там требования были, предъявляли? Где некоторые люди говорят, что мне просто повезло. На самом деле говорят, что намного сложнее все эти визы получить. Значит, шенгенскую визу я получил легко, ну, как мне кажется, по той простой причине, я делал шенгенскую визу через испанское посольство, и я писал туда письмо с просьбой помочь мне сделать визу по той простой причине, что я собирался в ходе своей кругосветки пройти еще так называемый путь Сантьяго. Путь Сантьяго находится на территории Испании, это такой паломнический путь, по которому идут люди. Ну, основная задача этого пути, по которому идут люди для того, чтобы трансформацию, чтобы некую такую какую-то в себе произвести. И, в общем, испанское посольство, оно очень положительно к этому относится, поэтому, собственно говоря, мне легко визу дали. Я написал большое письмо, причем написал его по-русски, с просьбой помочь мне, что я хотел давно и что вот я сейчас буду проходить. И мне дали визу на 90 дней на полгода. Вот. С американской визой тоже было просто. Я заполнил в интернете, зашел на сайт, есть сайт специальный, туда любой может зайти. Заполняешь там анкету, все там вопросы, все понятно дано. Потом записываешься на собеседование и приходишь на собеседование. Когда я отправился на собеседование… А вот это Сантьяго, то есть я привык тебя, видите, по Испании проходит. Ну, я понимаю, остальное это просто дороги в Испанию, как туда лучше отобраться. А в красной линии по Испании подходит данный путь. Да, он начинается с границы с Францией, с городка Сен-Джан-Пьер-де-Порт и заканчивается в городке Сантьяго-де-Компостело. Путь составляет 800 километров. Я его шел 30 дней. Никаких автостопов, только пешком-пешком-пешком. Ну, а что ты ел, скажем, как? Еду находил при самом приходилось? Я шел по пути Сантьяго. Вот это тоже на пути Сантьяго. Вот у меня можно за спиной увидеть вот рюкзак. Вот это вот такой маленький рюкзачок у меня был. Вот это прикреплен спальник сбоку. И с другой стороны еще вот там немножко торчит серый такой, это коврик такой, который предохранял меня. Ну, ладно, фотографий пока хватит. Ну, ладно, насчет визы. Так США, в общем-то, ничего не потребовали, да, я так понимаю, от тебя? Да, в США задали там пару вопросов. Спросили, какая цель путешествия на собеседовании. Спросили, какая цель путешествия. Я сказал, туризм. Они спросили, ездили ли вы раньше в какие-то страны. Я сказал, ну да, ездил. И она сказала, покажите мне ваш паспорт. Я дал паспорт, причем она не смотрела внутри паспорта. И паспорт у меня был новый. У меня старый закончился, и я только что получил новый. Но у меня там не было. А, ну у меня была там только вот шенгенская виза одна. Она вот так его пролистала и сказала, ваша виза одобрена, все. То есть у меня не попросили никаких там брони отелей, никаких там брони самолетов, никаких там подтверждений денежных, ничего-ничего. Вот только паспорт и анкету, которую я заполнил. Но шенгенская виза одна была, то есть у тебя был ударовый опыт, да, я так понимаю? Или была вот именно эта шенгенская виза? Не-не-не, до этого у меня были шенгенские визы, я ездил в какие-то горящие туры, ну такие вот, как это, пакетные туры, автобусный тур какой-то был там по горящей путевке. Просто я так на самолете там куда-то летал. Когда он был, я летал куда-то, да. Понятно. Но Австралия и Новозеландия, я так понимаю, тоже ничего не сказали? То есть дали? С Австралией было тоже просто, потому что я прочитал в интернете, что есть такой вариант, можно не идти в посольство, а можно вот собрать все, вот что найдешь, есть документы какие-то, вот собрать в этот, в конверт и отправить этот конверт в посольство. Я по почте просто отправил конверт и через две недели мне позвонила из посольства женщина, на чисто русском языке сказала, мы получили ваши документы, вот вы отправили на визу, у вас там не хватает одной бумаги. Я говорю, какой бумаги? Ну в общем там нужна была какая-то бумага, что я им даю разрешение на обработку своих данных, в общем, что-то такое. И она мне сразу же, я ей говорю, что делать, заново отправлять по почте, она говорит, нет, вы вот, я сейчас вам бланк отправлю, вы его заполните и мне ксерок сделайте и по почте перешли. По почте, я так понимаю, это все делаете сами. По email, да. То есть даже в Москву, в американское посольство даже ехать и не нужно, то есть отослал, что тебе прислали ответ и все, да, и нормально. Не, не в американское, а в австралийское, да? Нет, не, ну австралийское, да, но американское, скажем, тоже. Ну не, в австралийское, посмотри, в австралийском не ну, во-первых, в австралийском они сейчас в паспорт не ставят никакую визу, им паспорт не надо посылать. Ты им посылаешь комплект документов, если он проходит, они тебе на почту присылают, типа, вам дана виза и указывают сроки визы. Если не дана, они пишут вам отказано в визе. А с американской у них обязательно собеседование, то есть ты обязан записаться на какую-то дату и прийти к ним. Понятно, то есть ты ездил в Москву, да, чтобы сделать визы? Я не ездил в Москву специально, я двигался, я вышел из Омска и отправился в кругосветку. И по пути у меня как раз Москва была, то есть, ну, это вот так было в ходе всего получилось. Понятно, ну ладно. Значит, ты двигался автостопом, в принципе, весь довольно таки известный. В общем, да. Вопрос сразу такой, что ты ел? Потому что, да, без денег, как бы без еды, грубо говоря, с голоду ты не вздыхал. Про это ты можешь рассказать? Да, конечно. По поводу еды, почему-то этот вопрос волнует, когда люди узнают о таком эксперименте, их волнует не столько отсутствие денег, сколько отсутствие еды. Они говорят, ну как же, без еды же невозможно жить. Меня как-то этот вопрос изначально не напрягал, потому что я был уверен, что если я вдруг вот реально начну умирать с голоду, хотя я понимал, что это нереально, то я могу просто подойти к любому человеку и попросить у него кусок хлеба. И у меня почему-то есть такая уверенность, что к любому из нас, если кто-то подойдет и будет просить не деньги там, не выпить там, не закурить, а именно вот попросить кусок хлеба. Ну я, например, запросто этим поделюсь, если у меня вот момент это есть. Поэтому, но мне ни разу не пришлось просить. Значит так, на пути Сантьяго, вот когда я шел просто сам один вот этих там 30 дней, это был сентябрь месяц, там росли кругом яблоки, груши, сливы, ежевика. Плюс люди, которые идут по этому пути, они там настолько вот как-то становятся родными и близкими, они идут, обгоняют друг друга, отстают, здороваются. Потом снова ты когда их догоняешь, встречаешься второй, третий раз. Все, уже родные люди. И, соответственно, там на привалах или где-то ты с ними встречаешься, если они едят, они сразу же тебя приглашают к себе в компанию. Вот. А это на Сантьяго. А вообще по пути было так, кто подвозил, кормил, кто приглашал там к себе переночевать, тоже кормили. Если я у кого-то останавливался, тоже кормили. И еда, она была как раз самым главным мерилом, вот в пути приобщений. Люди сначала всегда предлагали еду, а потом уже начинали задавать вопросы. То есть они не знали, кто я, что я, зачем, просто вот как некая ценность. Раз человек стоит на дороге, скорее всего он хочет есть. И мне сначала предлагали еду. После этого уже спрашивали. И когда я говорил, что я путешествую, да еще и без денег, мне предлагали еду второй раз. Понятно. Но как ты общался на пути Сантьяго? То есть как автостовом, так и на пути Сантьяго. Ты же не знал языка ни одного. То есть тебе приходилось находить общий язык как-то, жестами там или вот как вот? Да. Ну, самый простой язык – это язык жестов. Если люди видят тебя, они говорят «привет». Ну, понятно, я могу сказать, что я из России, да откуда я говорю. По-русски? Да. По-русски я говорю. Да. Я из России, да. И они там «ааа, Раша, Раша, Раша». Ага, есть, есть, есть. Вот. Я говорю… Я не говорю по-английски. Они говорят «окей, реки». И дальше жест идет, да, вот хочешь есть там. Либо протягивает, просто тебе что-то чем-то делится, либо там вот пить, да. А в пути, так понял, ты использовал планшеты, Google Translator, да, чтобы общаться? Нет, у меня не планшет был. Ну, в общем, да, у меня в фотокамере был Android. И если был интернет, то тогда было проще общаться, да. Тогда была такая хорошая подсказка для того, чтобы покоммуницировать с людьми и включить перевод. Понятно. Ну, то есть люди всего мира сейчас могут поймать друг друга с помощью там обычного телефона, там, планшета и так далее. То есть. Лишь бы была создавшая программа, если там либо интернет. Да. Теперь вообще для общения сложностей вообще никаких нет. Понятно. Ну, скажи, вот, значит, твой путь сначала пролегал через Россию, через Европу. Антон, ну, первая карта, пожалуйста, поставь, там, Европа, 01 год. Вот здесь твой маршрут, да, пролегает через Белоруссию, Польшу, я так понимаю, Германия, Берлин, Бельгия, Париж. Ну, и вот ход вот на путь Сантьяго, через… Ну, тут немножко неверно у тебя, да, указано? Ну, да, чуть-чуть ниже, тут смотри, если идти от Польши, там вот еще Чехия была, Австрия была, кусочек Италии, и потом уже вот там вот туда, вот тут… Вот, то есть, была так, Польша, Германия, Чехия, Германия, Австрия, ну, там немного так круголем было, потом Италия, и потом уже Франция. Понятно. Ну, скажи, пожалуйста, вот ты оставался в городах, как бы, без денег, да, в городе, надо же посмотреть город, как-то расходы на проезд, там, еще что-то, ну, самое элементарное. Как эти вопросы, как-то решались? По городу, по городу, как правило, и вот я до сих пор эту технику практикую и не могу остановиться, по городам, по всем я ходил пешком. Когда ты ходишь пешком, ты быстрее осваиваешь пространство, в голове начинает включаться этот навигатор такой. Ага. Потому что ты идешь, ага, вот я по этой улице иду, вот эти улицы пересекают, и я мог часами ходить просто по городу, и через вечеру я уже город, в общем, вот сколько я там за день прошел, я уже город знал. Поэтому по городу я ходил пешком, на проезд мне не нужны были деньги. По поводу того, чтобы что-то посмотреть, ну, когда я ходил пешком, я что-то смотрел такое, что вот, ну, достопримечательности какие-нибудь там, архитектурные сооружения, например, парки там, какие-то скверы, если это были какие-то загородные там пещеры, куда надо было далеко ехать, или это если были какие-то музеи, кстати, я не очень в музеи ходил как-то, я к ним спокойно отношусь очень. То, как правило, люди, которые меня чаще всего так складывалось, что либо они меня приглашали к себе пожить там на пару дней, и они показывали мне город, мы съездили с ними на машине. Либо, когда мы заезжали в город, они уделяли мне там пару часов и говорили, о, мы сейчас тебе покажем, вот самое главное, что у нас здесь есть. Ну, а потом ты уже нам, мы по делам своим поедем, а ты дальше пойдешь. И мне что-то показывают. Да, но опять же приходилось тебе без еды, да, весь день, как бы, то есть, еду-то никто не даст, если ты один там в городе, то есть, в этом плане. Ну, если один, да. Понятно. Скажи, вот у тебя европейский твой путь заканчивается в Лиссабоне, и дальше начинается вот так называемый гидростоп, как он классически называется. То есть, если почитать, скажем, того же Антона Куротова, как он описывал его, то есть, там надо пролезать в дырку в заборе в порт, там какой-то, идти в диспетчерскую, где тебе там по-братски что-то дадут эти самые, куда плывет, потом идти к капитанам там что-то и так далее. Ты, я так понимаю, сделал по-другому, и ты использовал именно частные яхты, да? Как вот это было? Нет, я сначала попробовал вот весь тот путь, который ты рассказал. Я понял, что мне очень сложно без языка вот так вот ходить, там искать капитанов, владельцев судна, то есть, это, ну, какая-то такая вот очень была сложная задача у меня. Поэтому я шел туда, где стояли частные яхты и просто начинал там ходить кругами. Я мелькивался за несколько дней, меня уже начинали узнавать, меня улыбались там. Ну, по крайней мере, все точно знали, что я русский, да, и что я куда-то плыву. Поэтому часто было так. Важно было просто кому-то одному как-то донести информацию, а потом информация уже начинала работать на меня, и люди уже между собой там разговаривали. То есть, ты напрямую не обращался, не подходил, ты старался, чтобы как-то узнали, что ты плывешь там, скажем, в США, да, из Лиссабона? И они просто на тебя смотрели. Нет, и так, и так было. Было, что я напрямую ходил. Ну, вот я и видел, если кого-то там, я подходил и начинал с ними общаться. Но если не, просто бывает так, что приходишь, куча этих яхт стоит, и там один-два человека, и больше никого нет, а яхты пустые, и никаких там владельцев и хозяев нет. Поэтому я общаюсь с кем-то одним, а потом просто хожу вот там. Ну, а общаешься как, опять, в знакомом языке? То есть, они русский-то не знают, наверное. Ну, вот тоже так же. Чаще всего через транслейт, либо я брал карту и рисовал, что вот мы находимся сейчас вот здесь. Я показывал, что мне нужно вот сюда. Ну, и показывал, типа, меня и к вам на корабль. Я говорил по-русски, показывал вот так руками. Ну, в общем, понимали. Да. Ну, а, как сказать, чем все это закончилось в итоге в Лиссабоне? Я так понимаю, тебя на яхту не взяли, да, в итоге? Да, в Лиссабоне все это закончилось. Мой первый гидростоп не удался, но зато мне владелец судна купил билет и отправил меня в Нью-Йорк на самолете. Причем он это сделал так очень. Ну, не навязчиво и так, чтобы от меня отвязаться. Вот его жизнь был не такой там добрый, радостный какой-то. Типа, о, давай я тебе куплю билет, на, возьми, нет. Молча взял у меня паспорт. Причем я думал, что когда он взял мой паспорт для того, чтобы проверить, есть ли у меня там виза там. Вот. Зашел там что-то в интернете поделал, потом показал мне на дверь. Когда я выходил, он мне окликнул и показал на принтер. Я забрал с принтера распечатанный билет, вышел, потом вернулся опять, чтобы сказать ему спасибо. Он опять такой разозлился и мне так на дверь показал, типа пошел вон. А, то есть он заказал билет и распечатал у себя на принтере? Ему прислали из аэропорта билет, да? Нет, но он через какой-то сайт сделал билет сразу же. То есть он видимо через банковскую карточку там его оплатил сразу и все. И он мне отдал уже билет, я пришел в аэропорт, когда я просто паспорт подал и сел на самолёт. Понятно. Скажи, ну вот в итоге ты сел на самолёт, прилетел в Нью-Йорк. Вот какие впечатления у тебя оставил Нью-Йорк? Потому что всегда как бы в классических фильмах показано, что это бандитский город, там Бронкс, Бруклин, там негров много, да вот Нью-Йорк, ну и так далее. В общем криминал один. Ну и другая сейчас города там бизнесмена, небоскреба и так далее. Вот у тебя какие впечатления от Нью-Йорка вообще? У меня от Нью-Йорка были первые впечатления у меня было очень положительное. Я прилетел, вышел вечером, уже было темно, я вышел с аэропорта и думаю, ну что, я сейчас пойду искать дорогу, выйду на дорогу, мне же надо от аэропорта доехать до города. И я пошёл по дороге, иду, а там такая трасса какая-то мощная, темно. В общем я шёл-шёл и в итоге я понимаю, что все трассы огорожены, а я иду за вот этим ограждением по какой-то траве и пытаюсь найти место, чтобы выйти на эту трассу проголосовать. В итоге я махнул рукой, потому что стемнело, достал спальник, постелил коврик и уснул. Когда я утром проснулся, для меня было шоковое такое состояние, а кругом, значит, там вот такая развилка дорог и тут, ну в общем получается, я лежу в треугольнике таком огороженном железными такими ограждениями и кругом трассы, по которым бешено несутся автомобили. Я понимаю, что там голосовать однозначно нельзя, я вообще не понимаю как и что. И я начинаю идти по тому пути, как я туда добирался вдоль вот этих железных этих, в одном месте я там перебегал эту дорогу, по которой неслись бешено автомобили. В итоге, короче, я вернулся к аэропорту, и уже у аэропорта, где можно было, ну где ещё трассы нету, там уже я ловил машины. Потом, когда меня довезли, я оказался, меня довезли и высадили на какое-то пятое авеню, по-моему. И я такой вот стою на этой улице, и у меня такое состояние какого-то такого восторга сумасшедшего. Я смотрю какие-то высокие-высокие здания, какая-то улочка мне показалась очень узкая, и высокие здания. И я такой маленький-маленький себя чувствую, но при этом у меня такое ощущение, я в Нью-Йорке, я переместился вот так вот из одного пространства в другое, я такой, вау, мне нравится. Потом я гулял какое-то время по этим улицам, и когда потом я стал видеть много-много этих бомжей. Это было второе впечатление, второе впечатление, когда я увидел много-много этих бомжей, я подумал, ой, такого я нигде еще не видел, такого количества бомжей, но это было не то, что разочарование, но это было, опять же, удивление, да, но только уже не радость и восторг, а такое удивление, как в таком большом, богатом, таком, казалось бы, благосостоятельном городе столько людей ходят по улицам с какими-то там чемоданчиками, кузачками, тележками, и им негде, значит, жить. Вот это было второе впечатление. Ну, в общем, дальше как-то вот у меня не было такого отрицательного в каком-то в Нью-Йорке, я не заметил там никакого бандитского вот такого ничего. Это было в Бруксе, в Бруксе, в Брукле там, да? Да, да, да. И что там? Ну, люди, ну, разные ходят, на меня смотрят, причем, я иногда замечал, что некоторая, вот реакция бомжей была, я примерно соответствовал по параметрам, ну, по картинке, если взять бомжа американского и меня, то я примерно соответствовал, потому что я шел по городу, ну, так, я не какой-то там оборванный был, ну, вот фотографии сейчас показывали, да, на мне были там джинсы одеты, футболка, если жарко, и такая вот курточка, если было прохладно. Да, вот. То есть, если было жарко, я вот куртку снимал, вот на мне была красная футболка, джинсы, кепка и за спиной рюкзак. Так вот этот рюкзак, он получается сразу выдавал, а, и плюс вот это вот коврик вот серый такой. И бомжи, когда меня видели, они сначала так улыбались мне и здоровались со мной, ну, типа так головой кивали, потому что они сначала принимали меня за своего. А потом они, видимо, смотрели, и у них возникало какое-то сомнение. Вот вроде свой, и в то же время что-то не свой. Сказал бы, привет, там, как дела там, молодая. Ну вот, здороваться здоровались, типа там, хелло там, хелло, я там хелло и дальше пошел. Может быть, их мое хелло сразу наводило на то, что какой-то акцент не тот, да, в общем. И я видел как раз у людей в глазах такое сомнение, так, может быть, он все-таки не свой. Вот такие были какие-то эти. Иногда я пытался подойти что-то, когда спросить, но хотел что-то найти, я вспоминал, думаю, о, в Нью-Йорке говорили вот это есть, хочу посмотреть. Ну и раз человек идет. Или сфотографироваться, когда я хотел, я подходил попросить, чтобы меня сфотографировали. Я подходил к людям там, тоже у них было, ну, как бы вот реагирование на меня. Они так меня раз до головы окидывали, видели этот мой рюкзак, и они не понимали, то ли я турист, то ли я бомж. Но если я фотографируюсь, вроде я турист, но при этом как-то вот вроде выгляжу, как местный бомж. Понятно. Ну а пешком в Нью-Йорк обойти как-то, я понял, тоже без транспорта было не очень сложно. Несколько районов там, пять островов. Знаете, я несколько дней там по нему ходил, я там на пароме пару раз плавал. А, то есть подвозили бесплатно, да, на пароме? В пасту ходил, да. А что ты ел в Нью-Йорке, опять же? Ну, вот знаешь, в Нью-Йорке, кстати, я один раз попрактиковал чисто бомжовскую жизнь. А, с мусорника? Не-не-не, по-другому немножко. Я, значит, увидел, где они кучкуются, значит. То есть я несколько дней просто ходил, изучал Нью-Йорк, а потом подумал, ой, интересно, столько много бомжей, а где же они спят, где же они едят. Ну и я вот решил с утра просто начать и ходить за какой-нибудь командой и смотреть. И я увидел несколько человек, которые как-то вместе так держались. И я начал за ними наблюдать, находясь так немножко в стороне. И я увидел там, где они спят, где они там вещи так припрятывают под кустами. Как они идут там на набережной, есть туалеты, свободный доступ. Они туда заходят, умываются там, бреются, переодеваются, стираются, потом выходят там. У них есть место, где они развешивают для сушки всё. Вот. А потом я смотрю, ну они раз так и пошли куда-то там. Ага, я за ними так иду. Вот. Они подходят к какой-то там двери. Потом я с другой стороны зашёл. В общем, это был какой-то японский ресторан. Представляешь, открывается дверь, то есть они в определённое время знают, куда приходить. Вот. Они подошли к этому ресторану. Открывается задняя дверь, выходит, значит, работник этого ресторана в таком, не в халате, а в фартуке. И вывозит тележку, ставит эту тележку и уходит. И они все к этому подходят. Ну я так подождал, когда они все отошли, и подхожу так. А там, ну японские рестораны, там прям суши в таких этих самых коробочках упакованы. Срока давности не указано, но я думаю, может быть там они вчерашние были или как, но они были нормальные. Ну, не пропавшие, ничего, я так понюхал, попробовал. Вроде живой остался. Вот. Второй момент, ну, дальше, когда я за ними ходил. Там ещё была какая-то булочная, что ли, какая-то. Тоже они в определённое время туда прям все стекались. И тоже так открывается дверь, вывозится. Но там было жёстче. Здесь вот он вытащил тележку у японского. Просто её поставил, они разобрали, он уехал. Эту тележку увёз. А вот у этой булочной просто вышли и вот так вот прям на землю высыпали. Всякие булочки там, пончики там, какой-то хлеб. Он в упаковках в таких вакуумных запечатанных. Но всё это вывалили просто вот так вот на землю. Ну и люди как бы собирали. И ещё был опыт такой, что по утрам на завтраки, а вообще-то и на обеды я тоже там видел, заходил. И это было не только в Нью-Йорке, это вообще в Америке. Вот во многих городах такое было. Они на завтрак в церквях. В церквях они прямо устраивают такие эти благотворительный завтрак. Первый, второй, там третий дают булочку и компот. В смысле сок. А днём можно там, ну ставят такие, выставляют, ну как не чайники, а такие. Тормоса большие и там чай, кофе и какие-то печенюшки тоже выставлены. Скажи, а при этом не было каких-то драк? Как они вот пихали друг другу или культурно как более-менее подбирали? Ну здесь в сравнении с нашими, скажем, блинами на лопаты там или там вот. Тоже колбасу в пензи скидывали. Не знаю, видел это видео. Ну вот. Или нормально культурно подошли как-то с этого. Ну завзяли, все отошли. Ну, ты знаешь, я ни разу не видел какой-то такой вот агрессивности и противостояния. Как-то все было очень миролюбиво. То есть на всех хватит и все по-любому, поэтому нет смысла там пихать друг друга, толкать и… Я думаю, что да, они уже знают, что это ежедневное, да, вот там дают это, там дают это. Наверняка это я вот только за один день там ходил, следил. А сколько еще вот таких вот есть мест, где эту еду просто вот так вот выкидывают, поэтому… Понятно. Ну, ночевал-то… Ну, ночевал-то… Ну, ночевал-то, помню, в парке, да, национальном там… Ночевал? Да. 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 Я ночевал в парке, ну да, вот это вот как раз серая дорожка, а сверху вот спальник лежит. Ну, это вот еще в Европе было, у меня там вот второй был такой пакет, рюкзак, он потом порвался. Ну, вот тут тоже важный вопрос в связи с тем, что ты брал. То есть, я так понимаю, ты брал спальник, ты брал коврик и ты брал просто пленку полиэтиленовую, да, чтобы нагреваться от дождя. Ну, да, не пленку даже, а пакет, такой большой пакет полиэтиленовый, он был почти что с мой рост, и по размеру он был вот так, что он у меня вот так по плечи был, и по ширине он накрывал и меня, и рюкзак. В пакете была дырка для головы и для рук. То есть, если шел дождь, у меня мокли руки и мокла голова. А остальное все, включая рюкзак, было под это. Ну, если шел дождь, опять же ночью, тебе приходилось ночевать сидя, да, грубо говоря, на курточках? Да, если шел дождь, я вот этот свой коврик серый, он такой прорезиненный был. То есть, я садился так, прижимал колени к груди, обнимал вот так вот рюкзак, чтобы там ничего не промокало, и вот так накрывался этим серым ковриком и так сидел. Ты рассказал, что один раз тебе полиция сетовала на лавочке. Ну да, это было в Нью-Йорке самый первый раз, когда я вот первую ночь только ночевал. Ну, я думал, да, что Америка… вот у меня была своя такая в голове концепция, что Америка – это свободная страна, и я могу делать с ней все, что хочу. Я пришел в парк, если вот смотреть по карте, это Манхэттен, и внизу Манхэттена там парк есть, и с этого парка прямо вот с набережной видно статуи свободы. Я вот прямо на лавочке там расположился, сначала сидел, смотрел на эту статую свободы, наслаждался свободой, радовался – вау, я в Америке. Ну, достал спальник, лег на эту лавочку, застегнулся и заснул. В два часа ночи подъехала полицейская машина, вышли из нее два полицейских, подошли ко мне, и я как сидел в этом спальнике, ну, вот, в общем, так и сел. Мне сказали, паспорт, а паспорт у меня за поясом был, я когда спал. Я стал доставать этот паспорт из-за пояса, полицейские подумали, что я хочу, может быть, оружие достать или еще чего-нибудь. На меня сразу наставили пистолеты, завернули мне руки за спину, надели наручники, вытащили этот паспорт. Ну, увидели, что паспорт, проверили его там через, позвонили там по рации, проверили. Все, виза у меня есть, все нормально. Мне сняли наручники, извинились и сказали, что в парках после десяти вечера ночевать нельзя. Ну, только тебе пришлось просто искать новое место ночевки, да? Ну, вот, мне пришлось поменять, во-первых, свою концепцию в голове по поводу свободы, что оказывается, ну, свобода есть, но она несколько ограниченная. Поэтому я пошел, нашел кустарник более дальний от набережной, и туда вот под кусты забрался и там спал, чтобы там, где ездят полицейские, не было видно. В общем, чтоб с дороги не было видно, что там кто-то лежит, все. Понятно. Ну, ладно, значит, Америку ты пересек с востока на запад, Антон, там вторая карта есть, поставь. Значит, пересек ты ее вот таким образом, я так понимаю, Мексиканский залив, да, побывал, и прошел в Лос-Анджелес. Ну, Лос-Анджелес, наверное, по Лос-Анджелесу есть что-то особенно у тебя? Как вообще? Разве впечатления, может быть? Или то же самое все? По Лос-Анджелесу у меня, знаешь, какое впечатление есть? Там просто по встрече в Лос-Анджелесе, у меня была необычная встреча, мы там с одним парнем познакомились, я зашел в магазин, где продавали книги, и он там стоял, смотрел книгу, есть такой фильм «Мирный воин». Ну, там лежала вот эта книга, и я подхожу и смотрю, и парень стоит, смотрит эту книгу, вот, я ему показываю на себя и говорю, я ее читал, вот, он такой, ну, видит, я по-русски разговариваю, но я уже, вот, Европу прошел, Америку, я уже мог пару предложений там сказать, там, например, что я из России по-английски мог сказать, вот, мог сказать, что я психолог, что я провожу там эксперимент. И, в общем, вот мы с ним познакомились, он мне сказал, хочешь, я тебе покажу Лос-Анджелес? Я говорю, да, хочу. В общем, мы с ним съездили, он мне свозил там в какой-то парк, потом на какое-то озеро, потом еще куда-то, еще, в общем, мы там с ним много мест проехали, съездили там на пляж какой-то, очень у них престижный, попутешествовали везде. И вечером он мне говорит, тебе есть где ночевать? Я говорю, нет. Ну, и он меня пригласил к себе. И вот мы пришли к нему, значит, вечером приходим, у него там, значит, он меня знакомит. Это мой папа, это моя мама. И я смотрю, на шкафу стоят, я говорю, это что такое? Ну, через переводчик общаемся. Он мне говорит, это вот мой отец работает в киноиндустрии. Ну, в общем, нам стоят статуэтки Грэмми. В общем, я ночевал у… Я вот, честно говоря, не помню. Он либо оператор, либо монтажер. Вот фильм есть известный «X-файл». Вот это человек, который монтировал, в общем… А там как… Проститутки стоят по ночам вдоль трассы, знаешь, как в фильмах, или нет? Или ты по ночам не выходил, не выезжал? Ну, скажем, клип «Милен Фармейер», если видели, там «Калифорния» есть. Слушай, я в Лос-Анджелесе, наверное, ночью не ходил. Вот мы с ним поездили, потом на следующий день мы там… Ну, мы три дня вот с этим вот парнем путешествовали, поэтому я как-то не знаю. А, ну подожди, нет. Я ходил по бульвару, где Голливуд, я там ходил. Ну, нет то, что там… Я ночью там ходил. Нет, я там чуть никого не видел, честно. Понятно. Ну, у меня, видишь, у меня, наверное, другие цели были, у меня были другие интересы. Как-то это мимо меня все прошло, не видел. Понятно. Ну, дальше, я так понял, опять же с яхты договорился, да, с какой-то? Поплыл по Тихому океану? Ну, да. Дальше пошли уже там Гавайи и ряд островных государств. Ну, тут вот быстрилось у тебя указано, да? Ну, да, да, да. Вот там вот сверху, если по карте смотреть в правом углу, там видно немножко Америки. Дальше пошло вот Гонолуу, это Гавайские острова. И дальше вниз от Гонолуу, вот вниз к Новой Зеландии я вот тут вот двигался. Здесь было несколько островных государств. Там Вьетнамское Самоа, Ирибати, Манатау. Понятно. А с капитаном было сложно договариваться в этот раз? Или он взял без проблем? Нет, я не с одним. Я плыл на нескольких яхтах. То есть, у меня были вот, ну, как бы маленькие. То есть, я ни разу не плыл длительный отрезок. Ну, так, чтобы вот сел в Америке, например, и доплыл до Новой Зеландии. У меня не было длительного такого переплыва. И я думаю, что хорошо, что его не было. Потому что, если бы я договорился в Америке сразу до Новой Зеландии, то я бы до нее не доплыл. Я бы просто умер. Потому что я не переношу качку. Понятно. Ну, то есть, было договориться без проблем уже, да? То есть, я был навык и все. Можно было подходить как-то и общаться. Да, но это было не быстро. То есть, если автостоп это все-таки быстро, от 15 минут до пару часов, то здесь это днями все-таки измерялась договоренность. Угу. Ну, опять же, общее время у тебя год, да? Занял? Куросветки твоей. Ну, да, где-то примерно. Понятно. Понятно. Ну, вот ты понимаешь, что ты с погона там плавал. Но с тобой как бы приключилась история, которая заставила тебя понеречить немного, да? Где-то Новая Зеландия или где там было? Нет, это уже было после, но я уже проплыл через Новую Зеландию, через Австралию и я прибыл в Папуа-Новую Гвинею, да. И там, когда я оказался, вот только раз ступил на берег, тут же из леса вышло несколько молодцов в таких обмотанных тряпками на бедрах, схватили меня, привязали к пальме. Вот. И вот здесь, да, здесь мне пришлось поработать. Вот, я же задачу поставил поработать со страхами, и мне мир дал возможность поработать со страхами. Когда ты сидишь прикрученный к дереву, и ты ничего не можешь сделать, и в то же время ты видишь, как там разводят в отдалении костёр, как гремят какой-то посудой, и твой ум транслирует только одно всё, ну что, сейчас тебя съедят? Тем более у меня до этого была информация, мне все вещали, ты что, в Папуане надо ехать, там племена людоедов живут, тебя съедят. Вот здесь была очень такая интересная возможность понаблюдать страх в его самом-самом большом проявлении, то есть высшая степень страха. И я в какой-то момент поймал себя на том, что если я сейчас не остановлю себя вот в этой страхе, в этой боязни, этой ситуации, то я просто умру реально от того, что сам себя убью своим страхом. Потому что пульс повысился, сердцебиение – это было такое ощущение, что сердце сейчас выскочит, меня вот так вот там всё-всего колотило, и пришлось включать максимум осознанности, наблюдать свои ощущения в теле, переключать свои мысли на другие какие-то воспоминания. Прибегать к различным способам, чтобы только уйти от этого именно физического напряжения, которое может запросто убить человека. Но всё закончилось удивительным образом. Меня отвязали от дерева, и когда я побежал, меня стали догонять, избивать с ног. А потом в какой-то момент я услышал смех, повернулся и увидел капитана, с которым я только что приплыл в это место, и он сказал, что он пошутил. Ого. Ну понятно. В общем, в итоге поели всё-таки нечеловечный, но что-то другое, какую-то другую еду. Понятно. Ну скажу, а Новая Зеландия, скажу, там были именно племена, племенные поселения? Какие тебе люди? Вот я слушаю, там люди очень наивные, там всё что угодно скажешь, они поверят, грубо говоря. А вот так это или не так? Как они там живут вообще? Знаешь, я не встречался в Новой Зеландии с какими-то, с какими местными местными населениями существует, какой-то, но оно уже так встроилось в тех, кто приехали и уже тоже встроились в Новую Зеландию, что там сложно понять, где аборигены, а где те, кто приехали и уже стали аборигенами. Но обычные цивилизованные люди. По поводу наивности, это не наивность, наверное, а простота такая. Они достаточно открытые какие-то. они готовы всем поделиться, готовы любому помогать. В небольших поселках я сталкивался с тем, что действительно дома стоят открытые, машины стоят с ключами в замке зажигания тоже открытые. Они могут ехать по дороге навстречу, когда я иду в одном направлении, они мне едут навстречу. Они останавливались, предлагали подвезти, готовы были развернуться и ехать в моем направлении. Либо звали сразу же с собой. Если меня приглашали и я у кого-то останавливался, то мне тут же давали ключ, зная меня еще 15 минут, давали мне ключ от дома, в котором какая-то обстановка такая хорошая, столько всего замечательного. То есть люди абсолютно не задумывались о каких-то ценностях, которые я могу как-то нарушить, разрушить, умыкнуть. Скажи, ну а вот скажем в Австралии, ну в Австралии скорее всего тот же англоязычный мир, Антон, там пару фотографий есть, по-моему, в Сиднее. Вот скажи, правда такая ситуация, что там якобы на унитазе стоит как бы счетчик-контроллер и за каждый смыв ты должен платить налоги. Было такое или нет? Или тебе не довелось этого видеть? Слушай, про счетчик. Вот если бы я заранее знал про этот счетчик, я бы посмотрел и спросил. А так, ну вот я сразу вспомнил, я в Сиднее останавливался у одного доктора, он доктор-физиотерапевт, и он там живет там в каком-то районе, как я потом уже, когда двигался дальше по Австралии, меня спрашивали, а где ты в Сиднее останавливался? Сейчас я просто не помню название. Я называл этот район, и мне говорили, о, так это же район, в котором живут богатые люди. Но я не заметил шибко там, насколько он богатый был. Ну да, он живет в небольшом таком доме, ну таком частном на земле. Я не знаю, в аренду у него этот дом или его это частный дом. Вот, у него там две комнаты, там кухня. И он мне сразу предложил полотенце, предложил душ, показал, где душ, дал моющие средства. Я ходил в туалет, смывал в унитазе воду каждый раз, когда ходил. Шучков не стояло, да? Понятно. То есть, я шучков не видел, и мне не говорили строго, типа, что ай-яй-яй нельзя. Потому что были ситуации, например, пару раз в Америке, я сталкивался с такими ситуациями, и в Новой Зеландии, когда я у кого-то останавливался, и мне люди говорили именно про воду, когда мыть. Ну, вот посуду, например. Я, так как мне люди что-то давали, я всегда старался по максимуму поделиться чем-то, чем я могу. И я, например, вот остановился, мы поели, я брал посуду, и шел мыть. И тут вдруг раз человек говорит, не-не-не-не, не надо, не надо. И они мне начинали показывать, что это вот вода, она такая дорогая. Нет. И они эту посуду сразу же закидывали в автоматическую эту мойку, и все, и на этом дело заканчивалось. В Америке пару раз так было, и в Новой Зеландии. А в Европе тоже воду экономят? Александр, в Европе тоже воду экономят или нет? В Европе не было просто таких ситуаций, но я там тоже, я вот в Австрии останавливался, в Вене там у одного, в Польше останавливался. Не, не было такого. Вот ярко помню, что в Америке пару раз мне вот прямо сказали, что нет, не надо, и вот в Новой Зеландии была один раз такая ситуация, когда сказали, что нет. Понятно. Но дальше, я так понимаю, из Австралии ты поплыл назад в Южную Америку, да? Или как было? Нет, из Австралии я переместился в Папуа-Новую Гвинею, потом в Индонезию, потом в Малайзию. Потом я попал в Сингапур, и вот в Сингапуре я познакомился там с человеком, потому что там просто чуть ли не на улице, да? И мы начали там общаться, я уже немножко и получше там мог фразы какие-то говорить. Ну то есть я уже мог человеку по крайней мере 10 предложений сказать о том, как меня зовут, откуда я, кто я по профессии, что я провожу эксперимент и в чем он состоит. И людей сразу это заинтересовывало. Как правило, они доставали уже какой-нибудь там планшет с интернетом, и мы начинали общаться. Ну вот оказалось, что он меня спрашивает, о классно, значит, ну столько, я уже говорю, я вот уже почти весь мир обошел, ну кругосветку почти совершил. Он говорит, а ты был в Южной Америке? Я говорю, ну только вот Мексики коснулся немного, и все. Он такой говорит, как же так, надо это вернуться. Он мне говорит, я вот завтра, значит, лечу вот туда-то. Я не знаю, это его частный самолет, или он по найму у кого-то работает. В общем, он перевозил груз из Сингапура, он летел в Перу. И вот я с ним туда улетел, и там я полностью, то есть мы туда прилетели, он там оставил самолет, там груз что-то кто-то уже сгружал. Я практически вообще там не ходил пешком и не стопил, меня сразу посадили в машину, и мы потом там вот путешествовали пару дней по улице. То есть Мачо-Пик что-то видел? Да. Понятно. Ну вот Перу, да? А какие страны еще посетил в Южной Америке? Ну в Весуе, вверх туда Мексику, и что там было от Мексики вниз Гватемала, по-моему, была. Понятно. Ну как тебе вообще вот люди, произвели какое-то впечатление? Ты же общался с местными, там, отличается чем-то от нас, там, темперамент, скажем, или культурность, ну что-то же, должны быть какие-то отличия, как по-твоему? Ну, Южная Америка на самом деле она отличается, вот у меня Южная Америка, почему, у меня была возможность какая, то есть я мог бы, вот я долетел с этим, с товарищем на частном самолете, я по идее мог бы там остаться, ну вот он мне покатался, показал, я бы мог бы, он обратно возвращался, а я бы мог остаться и начать дальше двигаться уже там по Южной Америке. Хотя это было бы уже, да, не кругосветка, а уже вот просто путешествие по Южной Америке, потому что, ну, мне-то нужно было туда замкнуть, но неважно, можно было бы остаться, но вот когда я там вот по Перу, мы попутешествовали, потом вот туда вверх еще поднялись, понимаешь, вдруг возникло ощущение, каждая страна вызывала внутри некое состояние этой страны, ну, скажем так, я для себя тестировал, греет, не греет, я приезжал в какую-нибудь страну, да, там могла быть хорошая архитектура, там еще что-то, ну, или город, а я такой раз слушаю себя, ну, не мой город, не, не греет, и я двигался дальше, или наоборот, вот вроде нечего смотреть, а вот так комфортно, и вот здесь вот в сердце, где-то в центре груди греет. Вот в Южной Америке почему-то вдруг возникло какое-то ощущение некой некомфортности, предощущение того, что, ну, как бы незащищенность какая-то, даже вот не страх, а именно какая-то незащищенность, то есть вот была Европа, была Америка, была Новая Зеландия, была Австралия, там были люди цивилизованные, цивилизованные, да, а здесь какая-то другая ментальность, другие понятия у людей какие-то, ну, что-то другое, и это внутри сразу создало некомфортность, потому что я их не понимал, да, общаясь с цивилизованными людьми, я понимал, что, да, я им говорю, у меня нет денег, и они говорят, ну, ладно, нет денег и нет денег, да, а здесь я им говорю, у меня нет денег, а они мне не верят, и они готовы, ну, у меня была такая мысль, они могут меня просто чукнуть по голове и проверить сами, вот когда они проверят у меня в кармане, тогда они убедятся, что у меня нет денег, а пока я вот говорю, ну, то есть для них это, они в это не верят, и здесь возникает вот эта вот некая большая опасность. Ну, это опять же мое впечатление, да, впечатление, да. Понятно. Ну, и самому население там было не белое, а такие мулаты, да, в основном живут? Так, красный, краснокожий там. Ну, да-да-да, они все такие. Понятно. Ну, в общем, вы вернулись в Сингапур, и ты поехал дальше как, куда? Ну, я вверх через Малайзию в Таиланд. Угу. Какие там впечатления были? Там уже другая цивилизация? Азия. Ну, в Таиланде, знаешь, в Таиланде была интересная ситуация, когда я там на пляж ночевал, я сплю, значит, на пляже. Там долго ходил, потому что там туристы долго не спят, там какое-то туристическое место, туристы долго не спали, потом вроде все рассосались, и я лег на пляж. Я только заснул, ко мне раз кто-то, меня кто-то раз по плечу, я поднимаю в голову, стоит тайка, и такая мне показывает, типа, ну, пойдем. Я ей показываю, у меня нет денег. Она такая головой кивнула, отходит. Ну, я говорю, no money, да? Она отходит. Я только заснул, минут через десять, раз меня опять кто-то по плечу, я поднимаю в голову, стоит уже тайка, но крашенная, ну, типа, под блондинку такая. Типа, пойдем. Я говорю, no money. Она отходит. Через некоторое время опять засыпаю, опять меня кто-то по плечу, я открываю глаза, стоит, ну, видно, трансвистит. Я такой, no money. Я думаю, все, надо уходить с этого пляжа, иначе мне, они сейчас еще кого-нибудь пришлют, то есть они думают, что, ну, дело не в деньгах, а меня, типа, вот типаж, наверное, не устраивает, что ли, вот они мне там все посылают. В общем, мне пришлось встать, собрать. И что, где пришлось ночевать в итоге? Ну, я просто ушел с пляжа, вглубь туда, за деревья, да, и там лег. Потому что по пляжу они все-таки ходят, туристов ищут, а там они уже дальше. Не было уже, уже можно было спокойно спать. Понятно. Ну, а русских туристов там много вообще, как в Таиланде? Ну, если это туристический район, то много, и русских тоже там достаточно много. Если это район более такой провинциальный, какая-нибудь глухая деревушка, то там туристов практически нет, а если они даже есть, то их очень мало, и, как правило, это европейцы, которые уже подолгу живут в Таиланде. И, кстати, тайцы тоже отличаются от тех, которые в провинции живут и которые живут в туристических районах. В туристических районах они уже такие избалованные деньгами, и они уже такие, вот они тебя видят европейского вида человека, они сразу такие, как деньги дай. А в провинции ты идешь вдоль дороги, они сразу останавливаются, они тебя подвозят, даже если это там будет 100 метров подвезти, они все равно тебя подвозят. Они тут же угощают, тебя вот везет, она там бананы связками, но тебе может эту связку бананов сразу просто так дать. Понятно. Ну а подвозили кормили они нормально? Не было с этим проблем? Не, я же говорю, они вообще просто классно делятся. Тайцы это вообще, потом плюс еще у них вот в Таиланде еще один вариант, где можно переночевать и поесть, это эти самые монастыри буддийские. Понятно. Ну в общем, тайцы из Таиланда, кстати, еда какая там, что они едят? Есть какие-то у них свои эти самые жучков, паучков или едят обычную еду, там ничем не отличаются? Знаешь, нет, я ни разу не попробовал жучков, паучков, но они реально едят очень острую пищу, то есть у них основа рис, а рис они там заливают всякими там приправами какими-то. Курицу тушат, например, или там овощи какие-то тушеные, но все это очень-очень острое, поэтому я старался есть в основном фрукты, либо какие-то такие вот продукты, которые, не знаю, там какой-нибудь пончик там меня угощали, но в общем то, что не острое, потому что там такое острое, что ты возьмешь просто вот так вот на язык немножко и потом уже и не водой не запьешь, и ничего, все горит, слезы льются из глаз. А вот сразу южноамериканцы что едят? Тоже какая-то своя кухня? Или ничего особенного? Ну, ты знаешь, там почему-то как-то вот то, что мне там давали есть, оно было какое-то больше американизированное, в смысле штатов, какие-то там эти вот чизбургеры, гамбургеры, что-то такое. В общем, что-нибудь между булками заложенное. И еще, как это называется, буррито, по-моему, такая как вот лепешка, как вот у нас лаваш такой тонкий есть, большим таким блином, и в него там куча всего, там фасоль какая-то, там зелень, может быть что-то мясное, и все это вот так вот завернутое. Понятно. Ну, в общем, из Таиланда ты куда? В Китай поехал? Да, через Китай и уже в Россию. Понятно. Ну, а как Китай? Какие там люди? Ты знаешь, Китай меня как-то не произвел какого-то особого впечатления, хотя мне казалось, что вот Китай это что-то такое вот совсем неизведанное и непонятное. Но я там, получается, был не очень долго, поэтому я столкнулся с китайцами в двух проявлениях. Первое, я столкнулся с полицейскими, которые было прохладно и я там стоял в метро и не хотел уходить и говорил, что я буду здесь ночевать. Поэтому женщина, которая в метро работала, она вызвала полицию, полиция приехала, меня забрала, вот я им объяснил, что мне негде ночевать. И, ну, они нашли одного китайского полицейского, который говорил по-английски, ну и мы попытались с ним договориться. В итоге они просто взяли, меня увезли в аэропорт ночью и сказали, что вот здесь я могу переночевать в аэропорту. И вторая встреча была как раз не очень приятная. Это было в Шанхае, я шел, значит, по городу, ко мне подошел парень и немножко даже, когда он узнал, что я русский, он начал немножко там какие-то фразы по-русски говорить. Он мне там шел, показал, там по центру мы прошли, он мне центр показал, все, а потом мы идем обратно там от центра. Он мне говорит, хочешь, я тебе покажу, где я работаю. Ну, я так, ну давай. И мы заходим в какой-то, ну открывается, ну идем, там дверь, заходим, все, лестница на второй этаж, мы поднимаемся. И раз такой длинный-длинный коридор, и по этому коридору ходит много-много-много женщин. И тут я понимаю, что я, кажется, попал куда-то не туда. Я ему говорю, у меня типа нет денег, но мани. Он такой говорит, да-да-да, я просто по дружбе, я типа твой друг, я твой друг. Ну и вот из этого коридора много-много комнат. И мы так уходим, в конец коридора заходим в самую дальнюю комнату, садимся там. Там стоит диван, перед диваном столик, значит, и у другой стены стоит большой телевизор. Вот, ну мы сели на диван, девушка одна зашла, он ей что-то сказал, она принесла, значит, две бутылки воды и какие-то орешки в тарелке поставила. И он мне такой дает эту бутылку одну воды и говорит, типа на, пей. И куда-то звонит. И я говорю, не, я пойду. Он такой говорит, подожди, сейчас придет мой друг там, он очень хочет с тобой встретиться, ну с русским. В итоге я начинаю пить эту воду и вдруг понимаю, а вдруг в этой воде какой-нибудь санатвор. И думаю, зачем я пил эту воду, я ее раз отставляю. Потом смотрю, он вроде пьет тоже воду. Я думаю, ну ладно, хорошо. Думаю, орешки я тоже не буду есть. В общем, в какой-то момент он мне говорит такой, сейчас уже мой друг придет, а потом я понимаю, что это друг женщины. И я чувствую какое-то напряжение вот такое висит. В общем, я подпрыгиваю, я ему говорю, все, я ухожу. Он говорит, подожди еще там пять минут. Я подпрыгиваю, схватаю рюкзак, выбегаю в коридор. Эти женщины там по коридору, которые ходят, они в рассыпную. Я по коридору бегу, он выбегает, что-то кричит по-китайски. И я когда скатываюсь со второго этажа вот по этой лестнице, я вижу, как охранник снизу выбегает из двери и бежит к входной двери. А я скатываюсь вот с этой лестницей. И я понимаю, что вот сейчас он мне эту дверь перекроет. И я просто вот из этой двери, знаешь, так это рыбкой я выпрыгиваю, вываливаюсь на это. Ну и охранник такой стоит и смотрит. То есть я уже за дверью, я там сижу на асфальте, вывалился туда и на асфальте сижу. Но охранник за мной не идет. Я беру рюкзак и быстро начинаю уходить оттуда. Иду, и этот парень меня догоняет, значит, и что-то продолжает дальше там говорить. А потом я уже там встретился, когда вот ночевал в аэропорту, познакомился там с парой русской. И они мне рассказали, что есть такая разводка в Китае, когда тебя приводят вот куда-то и говорят, нет, нет, денег никаких не надо. И поят чаем, разговаривают, все. А потом тебе, когда ты уходишь, они тебе приносят, значит, чек и выставляют счет, что ты попил какой-то уникальный чай, ты должен заплатить. Если у тебя нету налички, они будут требовать у тебя банковскую карточку. Если у тебя там, ты будешь говорить, что у тебя банковской карты нет, у них там есть уже какая-то своя полиция, они вызывают, говорит, эту полицию. Ну, в общем, тебя разводят по полной программе. Понятно. У нас немного времени на эфир, уже несколько минут осталось. Ты как добирался вот домой именно, каким образом, вкратце? Я так понимаю, тебя скинулись на билет на самолет, да? Да, да. У тебя чат там был, да? Что был? Ну, чат или что у тебя, страница была в интернете. Просто у тебя прислали деньги в итоге, да, и ты полетел из… Мне билет сразу прислали. Я был в соцсетях во всех, да, и Вконтакте, и в Одноклассниках, и в Фейсбуке. И я выкладывал там постоянно какие-то сообщения. Ну, выложил сообщение, там, сижу под пальмой, значит, не знаю, куда дальше двигаться. Наверное, пора бы уже было домой. Ага. И через… Да. Понятно. И через три дня, в общем, я полетел домой. Понятно. Вот хотелось бы, чем закончить. Тут у нас Андрей Заказов письмо прислал. Вот ты начал со страхов, да, то есть без денег там, без всего. Вот Андрей спрашивает, можно ли без документов поехать его? Прохляет ли это или не прохляет? Вот как по твоему кругосветку? Ты… Вот для меня во всей кругосветке самое важное было – это мой паспорт. Это была моя единственная ценность, потому что у меня в голове не укладывалось, как в нашем мире, ну, могут без паспорта тебя пропустить. Но путешествуя, на самом деле, вот вокруг света, в итоге, я не помню, в какой стране мне рассказали историю, что, оказывается, есть такой человек, и именно по Европе он путешествует, какой-то там, как-то его там зовут, дед там какой-то, по-моему, он даже русский. И он на границах договаривается с таможенниками, и его без паспорта пропускают. Но это я только историю такую слышал. А если проверять на дорогах, как на дороге проверит полиция? Просто так, вот реально или нереально так, чтобы тебя не проверили, грубо говоря? Или все-таки по-любому паспорт нужен, потому что по-любому тебя проверят? Как считаешь? Вот так. Смотри, через границу они в любом случае паспорт просят. Поэтому, если только нелегально как-то проходить, а когда ты уже по странам идешь, если ты не будешь вот так выпячиваться, как я там, на лавочке афишированно спать среди парка, то никто вот так вот на улице не ловит, и не останавливает, и не проверяет паспорта. Поэтому главная задача пройти через границу. На дороге не стоит, если стоишь, бывает в Европе, что подъезжают, потому что нельзя просто там во многих местах вас ловить. Ну ладно, Александр, спасибо, был интересный эфир, поэтому я желаю вам всего хорошего и нашим телезрителям. Ну все, до новых встреч, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok